Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы величаем Тебя, мы славим Тебя, благословляем Господь сегодня Твое имя и благодарим Тебя за то, что Ты сегодня здесь, драгоценный Дух Святой, Дух Святой, во имя Иисуса Христа, мы молимся и просим Тебя, чтобы Ты сегодня прикоснулся к сердцу каждого из нас. Во время этого богослужения, во время этой проповеди, Дух Святой, прикасайся к нашим сердцам, говори в наши сердца, проговаривай, Господь, Твои откровения, Твои назидания, Господь, слова Твоей непревзойденной мудрости во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, друзья, тема сегодняшней проповеди звучит следующим образом. В одном шаге от Бога. В одном шаге от Бога. Вы знаете, когда я размышлял об откровении, об этой проповеди, я представил себе вот в одном шаге от Бога, тут, конечно, пустыня, может, картинка не самая там идеальная, но суть не в этом. Представьте себе находиться в одном шаге от того, что самое желанное. Кто из вас хотел бы в таком месте быть? Это прекрасно. Это прекрасно. Но, знаете, я помню, как-то один человек, один мудрый, мудрый человек, бизнесмен, задал один вопрос. Вот кто из вас молился о том, чтобы Бог благословил вас там значительная, может быть, сумма денег какой-то? Есть такие люди? Хорошие, добрые, христиане, верующие, нежадные? Ни разу, да? Ни разу никто не молился. Слава Богу за честность Тани. И вот пастор Валя еще молился, я знаю, тоже я молился. Ну, а что вы думаете, что? Не, ну я понимаю, что вы люди жертвенные, вам деньги не нужны. Мне они иногда бывают нужны. Да, на всякий случай, да. Так вот, слушайте. И, знаете, мне понравился пример. Он бизнесмен один, он берет человека и говорит, слушай, вот скажи мне, пожалуйста, что ты будешь делать первые 10 минут, если я сейчас дам тебе там этот, ну давайте, избитый миллион долларов, например. Он говорит, что ты будешь делать? Вот я сейчас тебе даю и говорю, 10 минут, скажи мне, они будут определяющими, решающими, дай им или не дам. И вы знаете, что 99,9% людей, они не знают, что они будут делать первые 10 минут. Вот вы понимаете это или нет? Вот вопрос, что вы будете делать? Большинство из них, внимание, говорят, я возьму деньги и отнесу их в банк. Он говорит, послушай, я в банк их могу и сам отнести, говорит, я тебе ничего не дам. Он говорит, ну а зачем мне давать тебе деньги, чтобы ты отнес их в банк? Вы знаете, что большинство из нас, мы иногда говорим о каких-то таких серьезных вещах, мы о них задумываемся якобы, представляем себе, но мы никогда не понимаем по-настоящему, что мы будем делать, когда мы окажемся в этом состоянии. Вот, например, ребята, вы сегодня проходите реабилитацию, вы говорите о свободе, вы говорите об этом, о том, как вы будете там классно, свобода. Но знаете, какой самый большой вызов у вас будет? Когда вы возьмете вещи, закончив реабилитацию, за вас помолятся благосклавят, вы выйдете за забор, за калитку реабилитационного центра, и вот вы, жизнь, и все. И вот это печалька. Большинство людей так не задумывается, подростков, когда они в школе учатся, они говорят, я считаю, я знаю, потому что у них все расписано, уроки, они бухтят и так далее, закончились уроки, институт, и тебя никто не будет, тебя никто не наказывает, тебе никто ничего не рассказывает, просто вот взрослая жизнь, все, свободен. Так вот, друзья, когда мы окажемся в одном шаге от Бога, я вам хочу сказать, это благословеннейшее место, благословеннейшее место, но в то же самое время это место огромной ответственности, правда? Потому что, находясь в одном шаге от Бога, мы должны что-то осознавать, то есть что-то внутри нас, вот тут вот, оно должно как-то вот трепетать, правда? В одном шаге от Бога. Можно, пожалуйста, вывести экран, на экран картинку с киньей, можно вот с кинью, которую мы разбираем, с кинья Божья. Смотрите, друзья, а можно там, если есть схематическое, черно-белое, о, смотрите, мы говорили с вами, друзья, о жизни в стане, мы говорили с вами уже о святом святых, мы говорили на прошлой проповеди о вот этой первой жертвенной комнате, сегодня мы говорим об этой комнате, а теперь смотрите, в святом святых мы говорили, здесь обитает Бог, здесь законы бытия работают совершенно по другим законам, здесь око за око работает против тебя, вы в курсе об этом? Что закон око за око, зуб за зуб работает против человека в Божьем присутствии, правда? Потому что, если ты говоришь око за око, тогда такой же закон или такая же норма этого закона будет применяться против кого? Против тебя. И как только ты согрешаешь, значит, тебя нужно сразу убить. Поэтому, друзья, здесь работают совершенно другие законы, поэтому в Божьем присутствии есть исцеление, в Божьем присутствии есть благословение, в Божьем присутствии мы побеждаем боль, в Божьем присутствии мы можем справиться с депрессиями, в Божьем присутствии, оно является ответом на наши проблемы. Но кто может обратить или кто обращает внимание, что вот эта комната, вторая жертвенная комната, о которой мы сегодня вот будем говорить, что она находится буквально в одном шаге от этого места, видите? В одном шаге. То есть, то, что происходит здесь, оно даже более значимо, чем то, что происходит здесь. Правда ведь? Потому что тут отсюда еще есть хотя бы какой-то шаг. То есть, если ты здесь что-то не сделал, смотрите, то у тебя есть шанс, попав в эту комнату, хоть что-то исправить. Но если здесь ты не сделал, когда ты попадаешь в святое святых, помните, Божье присутствие, оно настолько же, насколько оно велико в его любви, оно настолько же велико и настолько же, как правильно, не знаю, ужасно не хочется сказать, но оно настолько же неумолимо в своем воздаянии. Вы в курсе об этом? Оно неумолимо. Помните еще раз Оза, который решил поддержать ковчег? Доброе дело хотел человек сделать, но не пройдя этого всего, он схватился и был поражен Богом. Офни и Финиес, вы знаете, что они, друзья, зажигая вот этот жертвенник курения, они принесли сюда чуждый огонь. Они принесли не тот огонь, о котором говорил Бог. И вот здесь, возле этого жертвенника, даже не попав в святое святых, Бог их поразил. Они были умрщены, они попытались зажечь и тут же, бух, все, и они умерли. Мгновенно произошла смерть. То есть, святое святых, друзья, это благословеннейшее и найответственнейшее место. Поэтому, когда ты находишься в одном шаге от Божьего присутствия, когда ты приближаешься к Богу, когда ты идешь к Богу, тебе нужно что-то уразуметь, тебе нужно понимать. И вот об этом я бы хотел как раз, чтобы мы сегодня с вами и поговорили. Итак, вот эта комната называлась святое место. Вот эта вот часть, внутренняя часть, которая соединялась со святым святых. И вот здесь, видите, вот эта пунктирная линия, кто не знает, друзья, это завеса, которая в храме была. Чтобы вы понимали, что такое завеса. Кто из вас когда-нибудь пробовал разорвать кусок ткани? Пробовали разорвать? Лен, например, лен. Легко разорвать его? Вот попробуйте лен разорвать кусочек ткани просто, взять и так штаны льняные разорвать. Легко это сделать или нет? А теперь представьте себе, друзья, внимание. Смотрите, вот такую толщину льняной ткани. Как вы думаете, ее возможно будет разорвать руками? Невозможно. Но вы знаете, что именно об этой завесе в храме говорится о том, что когда Христос умер на кресте, именно вот эта завеса, она разорвалась, причем Библия говорит нам, сверху донизу. Она была разорвана. Вы понимаете, насколько могущественно Божье присутствие? Насколько оно величественно, насколько оно славно, насколько оно сильно, насколько оно неповторимо. Это я просто вам, чтобы вы не забывали. И вот до этой завесы мы видим эту комнату. Видите, в ней есть три элемента. Первый – это светильник, стол с хлебами и жертвенник. Третий – это жертвенник курения. Мы сейчас с вами будем разбирать, но перед этим я хочу еще раз нарисовать картинку. Это не означает, что вы должны у себя дома строить умывальницы, жертвенники. Знаете, кто-то начнет, так, умывальник у меня уже есть, значит, надо при входе в туалет, в ванну построить еще жертвенник. И туда всех овец, голубей, воробьев там приносить. Нет, друзья, не об этом речь. Вы поняли? Это, это прообразы. Вы помните? Это прообразы. Это прообраз нашего сердца. Вот здесь мы говорили. Кто напомнит мне? Вот эта комната, вот этот внешний двор. Это прообраз чего? Символ чего? Это символ. А ну-ка, лидеры домашних групп, о чем вы говорили на этой неделе? Ой. А что мы говорили о чем-то, да? Это прообраз, когда ты отдаешь свою жизнь. Смерть твоя. Когда ты отдаешь Богу свою жизнь. Послушайте. Ты не можешь ничего принять. Вот смотрите, как мы большинство из нас бывает. Вот, например, смотрите. Видите, у меня, извините, прекраснейшие вещи. И тут мне Юлия Васильевна, или вот пастор Виталий, решает мне дать прекрасную вещь. Можешь вот эту прекрасную вещь? И смотрите, как большинство людей. Мы, знаете, мы начинаем. Ой, какая классная штука. Ой, какая. Он говорит, на, бери. И смотрите. Я могу взять или нет? Зубами. Ну, вы понимаете, что я не могу взять? У меня руки заняты. Если ты хочешь взять, тебе придется, смотрите, что сделать? Положить сначала, а потом взять. Так и Бог. Спасибо. Когда Он приходит в своем присутствии, Он понимает, что если мы приходим в Его присутствие, пока ты не оставишь вот здесь на жертвеннике, пока ты здесь не омоешь свои руки, ты не сможешь ничего принять. Ты не можешь ничего принять. И я вам сейчас это покажу на примере вот этой второй комнаты. Мы действительно не можем принимать. Эта комната здесь мы оставляем. То в этой комнате, если в этой комнате мы оставляем, то в этой комнате, друзья, мы что-то берем. Что мы берем? Святое место, вот эта комната, это место, где мы принимаем, есть красивое слово, стяжаем, где мы принимаем Бога. Я прочитаю вам одно интересное место из Писания. Вот, позвольте вам прочесть его. Послание филиппийцам, 3 глава, 9 стих. Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. И найтись, смотрите, где? В нем. Найтись в нем. Помните, в первой комнате, я вам говорю, подождите, не спешите делать выводы, мы оставляем свою жизнь. И кто-то скажет, слушай, если я оставляю свою жизнь, что же мне будет тогда? Как же я жить буду тогда, если я оставляю свою жизнь? А в этом-то весь и секрет. В первой комнате, если мы оставляем свою жизнь, то во второй комнате мы находим жизнь. Мы обнаруживаем жизнь, он говорит, найтись в нем. Не со своей праведностью. Обратите внимание, где мы должны оставить были свою праведность уже к этому времени? В первой комнате, на жертвеннике, умывальнике омовения. Вот почему, когда мы приходим зачастую к Богу, люди, дети Божьи, мы не переживаем Божьего присутствия. Мы приходим, и у нас все должно быть так, как мы хотим. Ага, значит, прославление должно быть так, значит, пастор должен проповедовать так, значит, люди в церкви должны быть так, значит, у этого должно быть вот так, этот должен быть одет так, этот должен быть так. Послушайте, и человек, который всем этим занят, знаете, что он пропускает всегда? Он пропускает Бога. Пока он пытается понять, как все должно быть, и он пытается выстроить, что все должно быть так, что сегодня молодежные песни сильно поют, прыгают они громко как-то сегодня, громко, не могу я это громко, мне это тяжело, громко. Какая проблема? Выйди. Не бухти, потому что слишком много тебя. Понимаете, друзья? Слишком много тебя. И вот здесь мы не можем найтись в нем, потому что сначала нужно научиться отказаться от себя. Вы знаете, есть такое выражение, такая китайская мудрость, когда ученик по-настоящему готов, всегда найдется учитель. Знаете, что такое готов ученик? Это когда ученик осознает о том, что он чего-то не знает. У большинства людей проблема, когда мы приходим в институт или в школу, мы говорим, да я это уже знаю. В тот момент, когда ты говоришь, я это уже знаю, ты ничего не можешь услышать нового. Когда мы приходим в церковь, мы говорим, а, эта проповедь мне уже известна, эта тема мне уже известна. Это ваша проблема. Если вам эта тема известна, вы ничего нового не получите на этой проповеди. Вы в курсе об этом? Это правда. Иисус в мудрости величайшем, он говорит, будьте скоры на слышание, а медленны будьте здоровы. На что? На говорение. Он говорит, будьте быстры, скоры, то есть будьте более открыты к слышанию. Человек, который находится или живет своими какой-то правотой, своей правдой, ты ничего не можешь ему доказать. Знаете, мне интересная бывает иногда ситуация. Приходит какой-то человек, пастор, я хочу с вами посоветоваться. Я вот принял решение, то-то, то-то, то-то. Смотрите, еще раз. Я хочу посоветоваться. Я принял решение. Ну, то есть, как бы, ты что, меня подставить решил опять? В очередной раз? О чем ты хочешь со мной советоваться, если ты уже принял решение? О чем советоваться? О чем разговаривать? Знаете, я вам расскажу, знаете, обычно эти разговоры заканчиваются какой-то фразой? Я так и знал, что вы мне это скажете. Прекрасно. Ну, как бы, а может быть, следовало бы вначале немножечко подопустошиться и прийти, и может быть, ты все-таки услышал бы что-то. Знаете, есть такая интересная игра на внимательность, на развитие внимательности. Может, кто-то из вас видел. Найди 10 отличий. И знаете, два рисунка. Один рисунок и второй. Они внешне очень похожи. Кто-нибудь играл, делали это, выполняли упражнения. И вот если ты издалека так вот посмотришь, кажется, что эти картинки абсолютно одинаковые. Но, кто знает секрет, что нужно для того, чтобы решить этот ребус? Нужно обращать внимание на детали. То есть, смотрите, но для того, чтобы это сделать, внимание, нужно вначале, слушайте, слушайте внимательно, нужно вначале принять идею, что в этих рисунках есть отличие. Пока ты не примешь эту идею, твой мозг, знаете, что наш мозг делает? Наш мозг переворачивает все, и он делает эти рисунки одинаковыми. Возьмите такой, проведите эксперимент у себя. Ученые доказали о том, что это действительно работает уже так. Не буду утверждать, какие именно ученые, Иванов, Петров, Сидоров, там, не важно. Но это правда. Возьмите, смотрите, возьмите любое слово, любое слово, и оставьте в нем первую и последнюю букву правильно, а внутри перемешайте произвольно, хаотично, как хотите буквы. И напишите так предложение. Кто из вас знает, что сделает ваш мозг? Он прочитает это слово правильно. Вы скажете, подожди, стоп, так буквы же неправильно. Вот наш мозг, он, вы поняли, он пытается всегда найти самый короткий путь. Он пытается прочитать так, как это правильно. Именно по этой причине, поверьте, я преподаю английский язык, я знаю, о чем я говорю. Когда люди пытаются, знаете, он читает слово, и знаете, он первую часть слова читает, а вторую часть слова придумывает. Не стал я с детьми? Кто детей учил читать? У нас, знаете, у меня жена учит Артура там, хлопчик и хлопец, и он такой, хлопчик, она говорит, так не хлопчик, хлопец. Он, ааа. Вот так и мы, вы понимаете, мы приходим к Богу, смотрите, и мы не пытаемся найтись в нем, мы, друзья, не можем найтись в нем, потому что приходим со своей праведностью. Вот это первая жертвенная комната, мы не можем оставить, это очень сложно. Я вам серьезно говорю, самая большая проблема, самое большое препятствие на пути того, чтобы переживать благословеннейшее присутствие Божье в том, у нас, что мы все в курсе, мы все знаем уже. К 20 годам христианской жизни, я вас прошу, мы знаем о этого, мы знаем о этого, мы знаем о этого, мы знаем, кто о чем проповедует. Мы с ними даже фотографировались. Ого-ого, на секундочку. И мы все знаем. И ты нам ничего не можешь доказать. Вы замечали когда-нибудь, что первые годы твоей жизни христианской многое изменяется? Кто замечал это? А потом с годами эти изменения происходят более медленно. Деградируем. Знаете почему? Да потому что мы все знаем. И мы не можем найтись в нем. У нас не получается находиться в нем. Божье присутствие это найтись в Боге. Правда же? Это найтись в нем. Это прийти туда. Это прийти туда. Сколько раз пасторовали вот эту сегодняшнюю песню уже спели с учетом репетиций, дома слушали, пели. Сколько раз уже примерно. Знаете, есть такие песни. Однажды один пастор, не буду называть имя, он сказал, есть некоторые песни, из которых Бог ушел. Послушайте, Бог уходит оттуда, где слишком много нас, но уже очень мало его. И он просто говорит, ну как бы меня здесь не рады. Вы знаете, есть прекраснейшая песня. Вот здесь мы, чтобы славить тебя, ты Господь неба. Старая песня. Я всегда, когда я остаюсь один на один в машине, я не пою многие новые песни. Я пою вот эту песню. И вы знаете, Бога в ней для меня не стало меньше. В этой песне не стало Бога меньше. Знаете почему? Потому что, когда я начинаю ее петь, я вначале, проверяя свое сердце, можно вернуть вот этот вопрос, картинку с киней, черно-белую, проверяя свое сердце, прежде чем я хочу прийти в святое святых, я убеждаюсь о том, что у меня нет вот здесь предубежденности к тому, как Бог придет. Потому что вчера он приходил по одному, а сегодня он творит все, и он придет по-другому. И ты не знаешь, как он придет. И если ты стал профессионалом в Божьем присутствии, Бог тебе обязательно скажет о том, что отдыхай, дружище, сегодня без меня. Сегодня этот праздник жизни будет у тебя без меня. Сегодня будет он без присутствия, и поэтому мы... Что-то Виталик сегодня брончал сильно громко, что сегодня как-то барабаны ду-ду-ду-ду-ду, не так, как в прошлый раз. Какая тебе разница? Мне вообще, честно, мне вообще все равно уже. Ну, мне реально, мне все равно. Вот вы замечали иногда, бывало у нас, там, лачин приболел где-то там, или на работе, или не получилось. Я говорю, какая разница, споем сами. Нет, просто будем молиться. Я спою, какая разница. Слушайте, Дух Святой, вы знаете, что первая церковь, друзья, внимание, у них не было электроинструментов, они пели в гробах, в пещерах, где лежали покойники. Они там проводили собрания. И знаете, кто туда приходил? Бог, в его присутствии. Поэтому, друзья, когда ты в одном шаге от Бога, вот здесь, вот здесь, можно вернуть это место Писания, найтись в нем. Библия говорит, что ты должен, то, что должно произойти там, ты должен найтись в нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, праведностью от Бога поверит. То есть, тебе необходимо найти себя в Боге, вообще-то. А для того, чтобы найти себя в Боге, нужно найти сначала, сначала, нужно стремиться к Нему. Вы знаете, проблема многих людей заключается в том, они не знают, зачем они живут. Это очень простой вопрос, точнее, это очень важный вопрос, и ответ на него очень простой. Но большинство людей никогда в жизни не найдут ответ на этот вопрос. Почему? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, тебе нужно сначала понять о том, что, внимание, не ты определяешь, для чего тебе жить, а определяет Бог, который тебя создал. И поэтому большинство людей не могут найти ответа на этот вопрос. Они все время, они пытаются, так, а как там, ага, шустиковый, так, 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 о, я буду как они, а что там Юлия Васильевна, ага, не, я попробую как она теперь, мы все время тыкаемся и мыкаемся, не понимая о том, что есть Бог, который создал нас такими, какими он нас создал, и он нас какими-то видит, но для того, чтобы это произошло, тебе нужно обнаружить себя, итак, давайте посмотрим, что же есть уникального, вот эти три вещи, которые есть в этой комнате, если можно вновь картинку вернуть, пожалуйста, вновь картинку, смотрите, здесь написано, первое у нас есть светильник, второй есть стол с хлебами, там называется стол с хлебами предложения и жертвенник, что такое светильник? Помните, Иисус говорит о себе, я есть свет этому миру, а мне нравится больше вот это из псалмов, где написано, слово твое есть светильник для моей ноги, то есть с словом Божьим мы видим свет, помните, во свете твоем мы видим свет, видите, Бог везде сравнивает, он говорит, так досветит свет ваш уже перед людьми, То есть свет, свет, вот когда мы говорим о свете, в этом свете Бог сравнивает себя со светом. И смотрите, какая интересная штука. Здесь есть светильник. Интересный вопрос. Если вы внимательно посмотрели бы настроение, вот то есть скини на картинке. Можно красивую цветную картинку, пожалуйста, сейчас. Посмотрите сюда, это очень прикольная штука, цветную. Вот если вы посмотрите на картинку, смотрите, друзья, вот это святое место, святое, видите, оно находится закрыто, это в разрезе. Видите, оно закрыто. Если вот это место, внешний двор, на котором там жертвенник, на котором умывальник, оно на улице, оно, видите, естественное освещение, то здесь у нас есть свет какой-то. Скажите мне, пожалуйста, вы не задумывались никогда, зачем вот эта скини была накрыта, причем, давайте посчитаем, сколько слоев, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, с семью слоями. Как вы думаете, там много было света внутри? Много или нет? Смотрите, какой наш свет? Помните, если око твое худо, то ты будешь видеть худое. Вы никогда не задумывались? Вот задайте себе вопрос простой, я люблю задавать такие вопросы. Зачем эту скини, вот это святое место, накрыли? Они накрыли туда, друзья, чтобы не попадал свет, в котором мы видим недостатки, в котором мы обнаруживаем, ой, а что-то светильник сегодня как-то темнее, а у него тут воск немножечко потек. Ты, находясь, заходя в темное место, когда ты видишь свет, ты никогда не присматриваешься к качеству этого света. Потому что если выключить вот этот маленький свет, то в темном пространстве ты будешь видеть сколько? Ничего. Поэтому светильник этот, который находился в темном месте, это то место, друзья, в котором мы должны признать, что все, что мы видели снаружи, оно не имеет смысла. Но смысл теперь все освещает только вот этот свет. Помните? Найтись в нем. Другое есть место из Писания, не будем открывать, это послание Ефесянам 3.17. Написано, верою вселится Христу в сердца ваши. Ты не можешь, Христос не может вселиться в твое сердце, если ты не признаешь, что только тот его свет, только его свет, то есть то, как освещает он, то, как представляет все он, это есть правда. Вы знаете, что я обнаружил? Множество верующих людей. Мы, по сути, не верим на самом деле в Бога по той простой причине, что мы приходим со своими собственными убеждениями, как все должно быть. Это трагедия. Это печально. У нас многое... Знаете, вот люди, которые уходили из репцентра, все, с кем я разговариваю, когда они уходят, не закончат программу заранее, у них все. Ой, там это не так, это не так, это не так, это не так. Я говорю, а что так? Их в этот вопрос ставит тупик. Я говорю, а что было там так? Они не могут сказать, что там было что-то так. Знаете, почему? Потому что если они скажут, что там было что-то так, внимание, то возникнет следующий вопрос. А зачем же ты ушел? И по этой причине, когда мы приходим к Богу со своим светом, мы не можем видеть ничего хорошего вокруг. Поэтому Бог поместил святое святых, друзья, отделил его святым местом и накрыл. Обратите внимание, потому что здесь еще есть ты, но здесь ты отказываешься от себя во внешнем дворе. Заходи сюда первое. На что ты обратишь первое внимание? На свет. Если здесь будет темно, знаете, мы говорим, когда темно, мы говорим, иди куда? На свет. То есть этот светильник, это первое, к чему шел человек. И знаете, что этот светильник, он давал такую интенсивность света, к которой твой глаз постепенно привыкал, и постепенно ты начинаешь видеть, ага, теперь ты начинаешь видеть стол предложения, теперь ты начинаешь видеть жертвенник курения. Если сейчас выключить свет и убрать любой источник внешнего света, кто знает, что произойдет с нашим зрением сразу же? Мы ослепнем. На какое-то время мы ослепли, мы ничего не видим. Но стоит, например, зажечь какой-то маленький-маленький свет, маленький источник света, постепенно наш глаз обращает внимание на свет, и постепенно он, смотрите, интенсивно, наш мозг уменьшает интенсивность, он подстраивает буквально нашу зрительную систему, он подстраивает ее под интенсивность, новую интенсивность освещения, и поэтому во свете его мы начинаем видеть что-то. Мы начинаем видеть сначала как очертания, а потом мы начинаем видеть детали, детали, детали. Кто ходил когда-нибудь в темноте с фонариком или со свечкой? Но это же так работает. Именно по этой причине Бог так и сделал. И Он говорит, смотрите, чтобы вселиться, то есть верой, друзья, верой, я принимаю, я говорю, Господь, не мой свет теперь, а Твой свет для меня важен. Если бы вы знали, как это сложно сделать. Приведу вам простой пример. Простой пример. Как правильно сложить вещи в шкафу? Серьезно? Это ты не женат. Серьезно, да, Тоня? Главным в доме должен быть кто-то. Каждый как хочет. Смотрите, как мы классно говорим. Каждый как хочет. Попробуй сложить не так, как надо. А каждый хозяин не может сложить, да? По-своему. По-своему. У тебя на балконе вечный беспорядок. Он говорит, где беспорядок? Где? Человек думает, что-то случилось не то. Он забегает, муж на балкон смотрит. Порядок? И он говорит, порядок. Она заходит, говорит, где? Он говорит, да вот. Он говорит, где вот. Вы понимаете, друзья? Вот вам пример. Как два человека видят через, сквозь призму своего света вещи по-разному. Один видит и говорит, как круто. А второй говорит, а что это вообще такое? Вы понимаете? И вот здесь очень важный момент. Он говорит, во свете его. То есть, ты не можешь найтись в Боге со своими собственными парадигмами и убеждениями. Вот почему Божье присутствие чаще всего обходит верующих людей стороной. Потому что мы приходим. Знаете, если люди, я помню, ну, я этот помню момент. Я покаялся в 95-м году. И тогда была такая тема. Тема о том, что мы начитались, я помню, насмотрели, еще не читали, смотрели Божьих генералов, кто смотрел первую часть. И там все время, того там электрический ток пронзил, того там шелест был тополей. Кто помнит этот, как же его звали? Не-не-не. Комната исцеления. Спокейни. Ну, короче, там был один. И он, Бог ему проговорил в шелесте ветра. А, Бранхему, Бранхему. Чарльз Бранхему в шелесте ветра дерево. Он проговорил ему. А я же человек честный. Я ходил и слушал шелест деревьев. Я вам серьезно говорю, я сам себе сейчас сочувствую. Но, слушайте, я ходил и слушал. И знаете, что я слышал? Ничего. Смотрите, я сейчас объясню вам, в чем комичность ситуации. Комичность ситуации в том, что очень часто мы пытаемся, вы понимаете, мы пытаемся вот по младенчеству. Это младенчество было. Я пытался все сделать как-то, вот как-то вот начитался. И мне все, присутствие Божьи с током должно было быть. Потом однажды я понял о том, что, слушай, ты хочешь только пойди тронься в розетку, два пальца засунь, тебя так долбанет. Бога увидишь, может быть. Я понял, друзья, что необязательно присутствие должно с током приходить. Не обязательно тебе должно, знаете, потому что я помню, кого-то молятся, кто-то падает, а я не падаю. Я думал, я не слышу Бога. Не берет, не хватает меня, не торкает прямо. А потом я начал с того, стоп, подожди, я начал понимать, стоп, Бог вообще по-другому на это смотрит. Вы знаете, что Божье присутствие иногда, помните Илья, Илья был, который огорчился на Бога. И он говорит, Бог не в урагане, не в том, не в том, он говорит, в тихом веянии ветра. Бог может быть, друзья, он по-разному говорит. Он сегодня говорит с тобой так, завтра он говорит с тобой по-другому. Сегодня он говорит с тобой через слово, завтра он говорит с тобой через проповедь, послезавтра он говорит с тобой через пастора, послезавтра ты смотришь. Я помню однажды, я стоял в офисе у нас в старом на сверстюках, я стою, я молюсь, пришел молиться перед лидерскими, у меня там тема уже. Я стою, а там, кто помнит, вот в комнате у нас зеленый тополь, там высокие тополь, и вот этот тополь там вот так. И ветром его шатает, я стою. И знаете, как ты пытаешься сосредоточиться, и тебя все отвлекает. Я смотрю на этот тополь, он шу-шу-шу-шу-шу. И вы знаете, Бог как начал со мной говорить. Я вообще только взял тетрадку, я сижу, так ручкой пишу. Он прям целую проповедь о духовном развитии человека, о лидерстве. Я потом читаю местописание, он говорит, что вечная Божья мудрость будет видна через рассматривание его творений. Я говорю, Господи, так ты и так можешь, оказывается, говорить. Вы понимаете, Бог может являться, проявлять свое присутствие так, как он считает это нужным. Но в начале священник, который заходит, он должен был, заходя сюда, вы поняли? Заходя сюда, он должен был видеть его свет. Об этом светильник. Светильник – это принять его истину. Принять его истину, такую, какая она есть. Вы знаете, мне, как пастору, мне приходится очень, ну не часто, но, скажем, мне приходится довольно-таки определенное количество раз сталкиваться с одной проблемой. Когда тебе приходит человек, и он начинает тебе рассказывать, что ему не нравится в церкви, в тебе, в том-то, том-то, том-то. И знаете, это, наверное, самое печальное, потому что я-то этого не вижу. Ну, мне кажется, что, слушай, все классно. Ну, каждый видит то, что он видит, знаете. И вот человек начинает вот этот тон, и все. И знаете, вот этот момент, когда говорит, из-за этого я ухожу. И я понимаю, друзья, что здесь проблема. Ну, я давно уже привык к этому. Раньше я искал проблему в себе, потом как-то пришел опять же к Богу. Я помню, пришел, и знаете, приходишь ты к Богу, Бог, это неправильно, неправильно. Однажды Бог мне сказал, говорит, три вещи. Первое. Говорит, ты оскорбил этого человека, его личность? Нет. Говорит, ты говорил ему что-то, учил его чему-то, что противоречит Писанию? Нет. Третье. Ты этого человека... Подожди, какой там третий вопрос? Короче, третий какой-то пункт. Говорит, если ты этого не сделал, успокойся, это не твоя проблема, это проблема этого человека. Вообще не парься. Говорит, успокойся, что я все в себе шкопался. Что ж я не так делаю? Так, знаете, еще приходят братья и сестры. Пастор, а вы не задумывались, почему человек ушел? Я говорю, я задумывался. И почему? Я говорю, потому что он эгоист. А может быть, вы что-то делаете не так? Я говорю, а ты знаешь, что я делаю не так? Не, ну у меня есть мысли. Я говорю, ну так, может и ты пойдешь? Потому что, друзья, если я не оскорбил человека, если я не унизил его как личность, если я проповедовал истину Слова Божьего, то, послушайте, проблема, знаете, с чем? Во свете его мы начинаем видеть свет, а в своем свете ты не видишь свет. В своем свете ты не видишь свет. Посмотрите, это же очень легко увидеть сегодня. Например, ну, ты за кого? Ты за Зеленского или за Порошенко? Слушайте, мне кажется, это самая тупая фраза, которая только может быть. К верующему человеку, истинно, глубоко верующему спросить, ты за кого? В смысле за кого? Почему я должен выбирать? Ну, послушайте, я не говорю, что сейчас кто-то правильно или неправильно делает, не об этом речь. Я говорю о том, что я не хочу ограничить свою жизнь. Это же глупо, ограничивать свою жизнь рамками вот этими. Есть как бы более широкие рамки, ну, чего ты, ну, почему ты заставляешь меня выбирать? Так и здесь, во свете Божьем мы начинаем видеть свет. Мы начинаем видеть по-настоящему, насколько важны люди. Ну, вот смотрите, например, давайте возьмем, как это действует. Предположим, а где Саша твой, не знаешь? Ладно, хорошо. А, вон, иди сюда, Сань, иди сюда, и Юлия Васильевна, иди. Вы оба красивые в очках. Вот смотрите, друзья, смотрите, прекраснейшая пара. Вот здесь, стойте, прекраснейшая пара. Выше хочешь быть его, не надо. Смотрите, прекраснейшая пара, Санечка и Юлия Васильевна. А вот теперь смотрите, когда вы поженились, сколько времени прошло уже? Три будет. Сколько? Три будет. А сколько месяцев, дней? Не знаю. Видите? Да, уже все, перестала считать. Первый год считала, к третьему перестала считать. А теперь смотрите, друзья, интересная мысль. Сейчас у них прекраснейшее время, в котором Саша, любовь не прошла, любовь увеличивается. И он начинает видеть в Юлии Васильевне, вначале он видел в ней столько хорошего. Боже мой, сколько там было хорошего. Там книгу можно было написать, откровение новую. Вот. И теперь он, начиная к третьему году, начинает видеть и другие моменты, некоторые другие моменты. Да. И Юлия Васильевна, которая так любила Сашу. Боже мой, я помню, когда мы сказали о том, что Саше нужно уехать на неделю в репцентр. Как она расстроилась. Помнишь? Ну, это вы знаете, что она устроила, а я помню, как она расстроилась. Она расстроилась, потому что, ну как вы меня, Сашечку моего, забираете. К третьему году начинает видеть и другие вещи тоже, правда? Да. Смотрите, вот. Ну, видят иногда некоторые другие вещи. А теперь смотрите, интересный момент. Вот у них есть сегодня такая жизнь, которая есть, прекрасная, замечательная жизнь. Видите, они еще пока держатся за руки. Шучу, шучу, держитесь крепче. Шутка. А теперь смотрите внимательно. Как вы думаете, что произойдет с их семейной парой, если каждый день Юля искренне от сердца будет говорить ему, ну как минимум, 100 комплиментов? Видите, как я вычислил, смотрите. Видели этот взгляд? Чуточку увеличить. Интенсивно. А если Саша начнет ей делать столько же комплиментов или еще больше, как вы думаете, что произойдет в их семейной паре? Ну, скажите. Классно будет. Ну, классно будет, правда? А теперь, внимание, вопрос. Так что изменилось? Это что, другой Саша? Или другая Юля? Смотрите. Когда ты слышишь комплимент, у тебя немножечко фокусируется твой свет. Второй комплимент еще лучше. Третий еще. А после 50 комплиментов в день ты такой сидишь и говоришь, да я классный. Вот, смотрите. И он начинает чувствовать себя. И это начинает влиять на отношения. Что изменилось? Да ничего. Знаете, что изменилось? Слушайте. Свет. Свет. Именно поэтому, когда Бог говорит о светильнике, вы понимаете, когда он, вот этот светильник между ними, и когда Саша смотрит сквозь призму его света, знаете, чего он не видит? Или, по крайней мере, он их видит не так, какими они есть. Он их видит не настолько критичными, вы понимаете? Бог смотрит на нас, знаете, сквозь призму кого? Иисуса Христа. А если он один день перестанет на нас смотреть так? Ой. Сквозь призму отдам, а то не дай Бог. Понимаете, друзья, как работает светильник? Спасибо, дорогие. Спасибо. Мудрость есть какая-то в этом, наверное? Следующее, друзья. Стол с хлебами. Можно вернее эту черную картиночку, черно-белую. Стол с хлебами. Знаете, хлеб наш насущный. Подавай нам на каждый день. Кто молился этой молитвой? Или говорил, думал об этом, проповедовал? А теперь, внимание, вопрос. Вы о чем просили? Ну, 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 серьезно. Вы о чем просили, когда вы об этом молились? О чем реально? Можете назвать? Продукты. Достаток, деньги, работа, возможности. Правда? Вы очень ошиблись. Потому что то, что Бог видит как хлеб, отличается от того, что мы воспринимаем как хлеб. Что для Бога является хлебом? Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий. Бог, когда мы говорим о стол с хлебами, внимание, смотрите, это стол, на который нам нужно принести то, что мы считаем хлебом. А ставить на этом столе, чтобы когда мы придем в его присутствие, мы получили то, что он считает хлебом. Потому что пока ты идешь в его присутствие с тем, что ты считаешь хлебом, ты уходишь без его хлеба. Понимаете? Это место обмена твоего насущного хлеба, вот он, на потребность в хлебе духовном, готовность слышать, питаться, принимать Слово Божие, как хлеб жизни. Помните, почтальон Печкин говорит, я почему раньше был злой? Говорит, у меня не было велосипеда. Почему христианин злой? Да потому что он давно Библию не читает. Ты почему такой злой? Ты почему такой психованный и нервный? Ты когда последний раз Библию читал искренне, открыто? Вы меня еще и в этом упрекнуть хотите? Как с тобой разговаривать уже? Понимаете? Потому что ты питаешься этим хлебом. Вы знаете, китайская мудрость, сегодня немножко китайская мудрость, ну тоже есть мудрость. Люди же давно живут, тоже мудрые. Если бы они не были мудрые, глаза бы у них не были узкими. Шутка. Так вот, здоровье человека находится на дне его тарелки. Другими словами, то, что ты кушаешь, рано или поздно определит, какое у тебя будет здоровье. Согласны, правда? Репцентр смотрю на вас, да? Все, что вы пили, друзья, и не ели, когда пили, оно сегодня определяет, ну, говорит, маем те, что маем, к сожалению, правда? Ну, есть такая штука. Ну, если бы ты правильно питался, печень бы не это самое, не вылетала бы. То есть, смотрите, к чему? Смотрите, хлеб духовный, когда ты его потребляешь, твоя жизнь, она обретает совершенно другой смысл. То есть, ты Бога переживать начинаешь по-другому. Ты по-другому воспринимаешь его, ты по-другому воспринимаешь реальность. Смотрите, помните? Найтись в нем. Вот, смотрите, мы вначале нашлись первое, можно, этот самый, вот первое определение, там, где светильник. Смотрите, первое, мы в его свете, мы начинаем видеть прообраз принятия Христа, как единство верного, сияющего в нашей жизни своим светом. Первое, я настраиваю, в резкость навелась. Навелась резкость, и начинаю видеть по-другому. Теперь я подхожу к хлебам, столу с хлебами. Я беру хлеб свой, оставил этот хлеб, беру, вкушаю, насыщаюсь. И вот в этот самый момент, если мы посмотрим, с вами, друзья, мы подходим к третьему предмету, который находится в святом месте. Это жертвенник курения. Жертвенник курения. И теперь смотрите, что есть жертвенник курения? На нем воскурялось. Именно об этом жертвеннике мы читаем в Откровении, 21 глава, где написано, молитвы святых вместе с фимиамом возносятся перед Богом. Помните, я как-то вам говорил в прошлом году, кто внимательный, тот сейчас поймет. Помните, о чем большинство, какие большинство молитв верующих людей сегодня? Они же языческие. Мы же приходим к Богу, сегодня много людей приходит к Богу, как приходили язычники к Перуну, даже к Богу, там еще кому-то приходили. Они пришли, принесли жертву, говорят, в обмен на эту жертву дай мне то, чего мне не хватает. А теперь смотрите, на этот жертвенник, когда Бог осиял твой взор своим светом, когда ты вкушаешь духовную пищу, смотрите, это место, где твоя молитва обретает силу, ведь она уже направлена не на решение собственных проблем, но возносит Божью волю ходатайственной жертвой Христа. Помните, какие молитвы слышит Бог? Я пришел к Богу, и я буду Ему в уши тарабанить, как мне нужна новая машина. Вопрос, от чего хочет Бог? Скажите мне, Бог будет отвечать на молитвы, которые противоречат Его воле? Да вы что такое говорите? А я с постом приду. С сорокадневным. И пусть попробуют не ответить на мою молитву. Ты через сорок дней похудеешь, но уйдешь с тем же ответом. Потому что на жертвенники, друзья, здесь уже возносятся отсюда не наши молитвы, молитвы святых отделенных, то есть те, которые освящены. Понимаете? Молитвы святых, это когда ты молишься. Чего молиться за эту Украину? Чего молиться за этого президента? Да потому что я имею внутри понимание о том, что сейчас нужно об этом молиться. Да, а что мне с этого президента? Знаешь, какая у меня пенсия? Знаешь, сколько мне денег? Зарплаты сейчас, вот это все. Давай его лучше проклянем. Тоже духовное дело, кстати. А давай его проклянем. Послушайте, вы не замечали никогда, что многие верующие противятся Библии, потому что они приходят к жертвеннику, друзья, со своими молитвами. И они проходят, вы поняли, они раскрывают это одеяло, которое там лежит, вот эти семь слоев, которое лежит над святым местом. И они, короче, этот светильник задули, хлебы забрали и пошли себе. Вы понимаете, друзья, вообще, о чем идет речь? Вы никогда не задумывались? Прочитайте Библию, скажите мне, кто помнит, можно ли было есть хлебы с этого жертвенника? А кто помнит, кто однажды нарушил эту традицию? Давид, он пришел, и он был очень голодным, и ему дали эти хлебы с этого жертвенника. И все думали, а что это за богохульство? Но послушайте, это не было богохульство, потому что Давид, который пришел, он исполнял Божью волю. Помните, когда он увидел Саула, и он мог его убить, он его не убил, он говорит, не поднимется рука моя на помазанника. Он видел Саула по-другому. Именно по этой причине, послушайте, Богу все равно, на самом деле, кушаешь ли ты этот хлеб, не кушаешь ли этот хлеб. Вот почему ему без разницы сегодня, извините, ну, может кто-то осудит, ну, простите. Кушаешь ты кровянку или не кушаешь ты кровянку, ему на самом деле нет до этого дела. Знаете, до чего ему есть дело? Ему есть дело, если ты кушаешь кровянку, а потом ненавидишь людей, точнее, не кушаешь кровянку, но при этом ненавидишь людей, Бог говорит, да послушай, ты бы лучше кровянку ел. Ну, вы понимаете, что это же абсурдно? Это же абсурдно. То есть ты не можешь, на этом жертвеннике ты должен приносить уже, ты должен приходить, ты уже все, ты нашелся в нем. Ты обнаружил себя в нем. Ты нашелся в нем. Вы знаете, я сегодня утром, когда мы молились сегодня во время хвалы и поклонения, записал для себя такую одну мысль. Я иногда записываю мысли и выкладываю на фейсбук. Так, по крайней мере, хоть не забудешь их. И я написал такую мысль. Когда ты знайшов, за что померты, ты зрозумев вартисть своего життя. Но когда ты знайшов, заради чего житы, ты зрозумев сенс своего будтя на земле. Знаете, что происходит в первой жертвенной комнате? Мы оставляем свою жизнь. Мы понимаем, за что мы готовы умереть. Знаете, в чем проблема многих сегодня в этой ситуации, многих украинцев? Они не знают, за что они готовы умереть. Мы не знаем, за что мы готовы умереть. Ну, готовы. Мы не понимаем этого. И это проблема. И такие люди, они на самом деле, они боятся. Ну, у них есть страх определенный. Но есть еще большая проблема, когда ты не понимаешь, зачем тебе жить. Если ты нашел, ради чего умереть, слава Богу, ты хоть понял, чего стоит твоя жизнь. Но после того, как ты нашел, ради чего умереть, стоит найти, теперь ради чего стоит жить. Я задам вам простой вопрос. Не надо на него отвечать, он риторический. А зачем вы живете? А для чего вы живете вообще-то? Я знаю, что большинство из нас знает правильный ответ. Чтобы прославить моего отца. Мне не надо рассказывать только об этом. Вы задайте себе вопрос, зачем я живу? Вот смотрите, в одном шаге от Бога, вот эта тема проповеди, очень часто, один шаг от Бога, это шаг, где я должен найтись в нем. Где я должен понять вообще, зачем я живу? Вы удивитесь, но большинство верующих людей все так же живет, ради того, чтобы посадить дерево, построить дом, вырастить детей. И они никак не могут это признать. У них с этим проблема, у них трагедия с этим. Они этим живут. Это смысл их жизни. И поэтому, когда они приходят к Богу, максимум, на что их хватает, это какие-то, знаете, такой душевняк. Я такой, ой, 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 как сказал, ой, как хорошо сегодня было. А что сегодня хорошо? Да такая песня душевная такая. Я помню, как-то один говорит, а можно ли, чтобы украинские народные песни? Знаете, почему люди иногда у нас любят украинские народные песни? Что, там же шпели, а ностальжи? Это можно прославление украинское народное сделать. Что, скучаешь? За теми временами, когда... Эй! В Украине же ты в СССР. На самом деле, друзья, это же проблема. Еще раз. Помните, первая комната жертвенная, это место, где мы умираем. Вторая жертвенная комната, это место, где мы находим себя, обнаруживаем себя с Богом. И вот в этом одном шаге от Бога, друзья, вот я записал себе такую одну мысль для вас. Хочу поделиться с вами. Именно в комнате у жертвенника курения начинается истинное поклонение, искренняя молитва, откровение глубин Божьего Слова, раскрытие тайн Божьего Духа, вразумление человека, водительство Божье, пророчество. Настоящие перемены, служение и посвящение Богу своей жизни. Вы знаете, почему мы сегодня так мало видим? Подвижничество называется. Знаете, что такое подвижничество? Это когда Бог подвигает человека к каким-то переменам. Мы мало видим сегодня людей, которые готовы ехать миссионерами, кто успел обратить на это внимание. Мы мало видим людей, которые готовы сегодня идти молиться, которые готовы идти сегодня начинать служение. Мы немного видим сегодня людей, которые готовы уехать миссионерами, которые готовы оставить все, насиженные места, уехать. Знаете почему? Потому что слишком редко мы стали приходить в святое святых. Потому что именно там, у жертвенника этого курения, ты по-настоящему начинаешь понимать, что есть поклонение. Что это не классные песни, которые так душевно, так хорошо, так по-домашнему. Не об этом речь, друзья. Потому что завтра туда прилетит что-то, и тебя как ветром сдуло. Тебя нету. Тебя нету. Вы знаете, у меня был шок в моей христианской жизни. Когда в 2010 году, опять же, по откровению Божьему, мы с женой оставляем в Америке документы. Все оставили, возвращаемся сюда. Слушайте, у меня шок был, когда я приехал сюда. И мой брат во Христе, который лет 15 верующий, он мне задал вопрос, ты зачем сюда приехал? Говорит, там же классно, там же все. Я говорю, Бог сказал. Он говорит, ну ты странный. Вы не поверите. Я неделю, я не мог с ним разговаривать. Я не понимал, как говорить. О чем мне с ним говорить? Потому что мы живем в разных мирах, в разных вселенных, в разных планетах. Потому что есть планета, в которой, ага, так, здесь 2 плюс 2, так, 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 намутить. А есть планета, в которой ты говоришь, Господи, я готов ради тебя оставить все. Но это происходит у жертвенника курения. Смотрите, насколько священники это понимали. Я приведу вам одно место из Писания всего лишь. Исход, 29 глава, 30 стих. Семь дней должен облачаться в них, в одежды, священник великий, из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище, во святом святых. Семь дней должен одеваться. Знаете, почему семь дней? А потому что он осознает, насколько важно то, что происходит там, в том месте. Что там в служении сегодня? Да пойду, хапану немного, может, там что-то, какую-то мудрость услышу на проповеди. Бог дал нам 6 дней для того, чтобы готовиться к седьмому. Знаете, есть такая еврейская традиция. В пятницу вечером они садятся всей семьей, ставят семисвечник, зажигают минору, зажигают свечи, готовятся к субботнему служению, совершают омовение ног. А у меня вопрос, а в четверг? А в среду? А во вторник? А в воскресенье? Что, не надо этого делать, что ли? Слава Богу, у них хотя бы с пятницы вечера готовятся к субботе. Бог сказал, говорит, я господин каждого дня. То есть, тебе нужно каждый день пребывать в этом святилище. Кто-то скажет, так, а где это? Помните, я вам сказал, это о сердце. Это о твоем сердце. Это о твоем сердце. О твоем сердце. Вы знаете, я пришел ко Христу, будучи на третьем курсе института военного. И мы ходили там, то, что называется, караулы. До третьего курса я их ненавидел. Особенно ненавидел там с 4 до 6. Самое мрачное время, когда уже все. Ты вот так, у тебя глаза вот так вот ходят. Я не знал, что делать. Я стоял, знаете, вот стоишь. И вот я стоишь, вот ты должен стоять, там такая штука. Если ты с нее сходишь, она звенит и прибегает туда караул к тебе. Что-то случилось. Возле знамени ты стоял. На тебя вот так смотрит камера. И ты стоишь вот так 2 часа, ты должен стоять. У тебя есть право только вот так сделать или вот так сделать. 2 часа, вот так надо стоять. 2 часа. Помните это на втором этаже в институте? Людмила Александровна там работала у нас. Вот это знамя и это тумбочка. И вот ты так можешь стоять. Все. Только ты сошел, там датчик стоит, он срабатывает у дежурного. Караул в ружье, а ты бежишь. И знаете, что ты делаешь? 2 часа первые 3 курса я стоял, знаете, я посчитал все квадратики. Я на потолке посчитал сколько трещинок, сколько светильничков. Я посчитал какие тараканы, сколько за 2 часа пробегают туда и в обратную сторону. Мышки где они? Я знал, где норки у этих мышек, понимаете? Ну я все это уже знал. Но самое прекрасное, друзья, время пришло, когда я принял Христа. Знаете, что я говорю, ай, как классно, 2 часа ты можешь молиться. Вы представляете, что такое? 2 часа. И тебя никто не трогает вообще. Никому до тебя дела нету. Вообще просто. От слова совсем. Тебе никто не придет, не спросит, как твои дела. Никто ничего тебе не скажет. Никто тебя никуда не отправит. 2 часа с 4 до 6. Это же класс. Причем тебя будят, еще и кормят. Скажи более. Знал, служил, знаешь, что это такое. Это же как классно. Слушайте, у меня такой духовный рост был. Боже, я так переживал его присутствие. Ты там, ты прямо чувствуешь. Ты чувствуешь, как это приходит. И одна только мысль, чего вы так рано приперлись? 2 часа. Вы понимаете? И когда ты приходишь в караулку 2 часа, все спят, никто тебя не трогает. Открылся и Библию читаешь. Как хорошо. Как приятно. Почему? Потому что, когда ты вкушаешь Божье присутствие, когда ты понимаешь, я не знаю, что должно происходить в разуме у человека, чтобы это можно было променять на что-то другое. Почему? Потому что, еще раз, для того, чтобы приходить туда, нужно научиться находиться в Боге. Найти себя в Боге. Знаете, я очень часто, как пастору, я буду заканчивать, мне приходится проходить с людьми вместе. Один такой очень сложный период. Что это за период? Это период, когда человек принял решение жить для Христа, но он еще не живет для Него. Точнее, он еще не живет им. Вот так скажу правильно. Им. Вообще, послушайте, для того, чтобы жить для Бога, сначала нужно начать жить им. Если ты не живешь Богом, то ты не можешь жить для Него. Это все такая профанация. Это на три месяца ты можешь, ну на полгода, от силы воли зависит. С силой воли можно полгода прослужить Богу. Дальше ты не будешь Ему служить. Ты можешь служить Богу только тогда, когда ты чувствуешь и наполняешься им. Когда у тебя приходит понимание, разумение. Когда ты видишь, вокруг тебя все напрягают, а ты пришел к Богу, и Бог тебе показывает, что смотри, этого человека я тебя привел в жизнь, потому что я хочу научить тебя терпению. Этого человека я привел в твою жизнь, потому что я хочу научить тебя любви. И ты выходишь, ты сможешь, думаешь, надо с этим пообщаться побольше. Потому что ты понимаешь, что тебе не хватает этого человека. И ты звонишь, братик, как дела? Минутное молчание на той стороне трубки. Потому что ты не понимаешь, в смысле, он не может понять, ты зачем ему звонишь, что ты от него хочешь. А ты понимаешь, зачем ты звонишь. Вы понимаете, в присутствии Божьем приходит много-много всего. Понимаете теперь, почему верующие не хотят туда приходить? В первую комнату зашли, и там они понимают, что тут вход рубль, а выход два. И они говорят, я не согласен с такой таксой. А я не хочу. А можно так, чтобы я вот в стане и в святое святых? Помните вот эти вот? Можно картинку эту, Ром, черно-белую, пожалуйста? Помните вот эти вот, ну, как они? Аферисты, аферисты, помните вот эти, которые отсюда заходят? Опа, и... Ну, как стараканчики, чики-сюда хотят. А они же не хотят это все проходить. Умирать для себя. Я говорю, я не хочу. Жить, найтись в нем. А если я найдусь в нем, а он мне скажет... Мы с женой вот на днях ехали, разговаривали. Я говорю, слушай. Я говорю, ну, честно. Я говорю, вот я все, что хочешь. Но если Бог мне скажет поехать в деревню, мне надо будет реально умереть. Я вот честно, я, наверное, ну, мне придется 40-дневный пост, чтобы... Ну, поможем. Я даже представить себе этого не могу. Нет. Нет, я честно вам серьезно. Я даже представить себе этого не могу. Но я родился в городе, мне сложно. Я помню, когда мы приехали в Америку, помнишь, там этот город 300 тысяч. Да, после трех миллионов с половиной в Киеве я ходил по этому городу. Вот так, знаете, я на них схожу. Я не понимаю. Мне такое впечатление, как в замедленном кино. Знаете, они вот так ходят. А я привык в Киеве, все куда-то бегут, я с ними бегу. И так живешь, и нормально. Знаете, ты попадаешь в 300-тысячный город, я смотрю на них, я говорю, что они от меня хотят? Кто и приехал в город, из маленького города в Киев? Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Здесь ты, наоборот, смотришь, думаешь, они что, крэйзи какие-то? Что с ними происходит? Куда они несутся? А я вырос, я родился тут, я вырос среди этого. Все куда-то бегут все время, и я бегу. И так хорошо, и так, знаете, по-домашнему. Так уютно. Не хочется уезжать. Не хочется уезжать. И тут ты переезжаешь в этот 300-тысячный город. Я вот так, я же не знаю, что делать. Мы начали там игровой клуб какой-то, все. И жена, я помню, не мешала, потому что она понимает, мне надо что-то делать, иначе просто будет туго. Мне будет туго, наверное. Ну, короче, поэтому, друзья, что я хочу вам сегодня сказать? Когда ты обнаруживаешь себя и свою жизнь в Боге, присутствие Божье становится реальностью твоей жизни с Ним. Ты начинаешь понимать о том, что, послушайте, жизнь, она неплохая или хорошая? Она жизнь. Ну, какая жизнь? Да она нормальная. В какой стране ты живешь? Ой, а там жить лучше. Я разговаривал всем привет от семьи Черкашина. Серега, как дела? Говорит, мы домой хотим. Ну, они поехали сейчас вынужденно, потому что Ане рожать надо, сами понимаете, с отключением света. Я говорю, Серега, как? Он говорит, домой хочу. Говорит, я не могу тут жить. Сложно. Непросто. Ну, непросто. Понимаете, друзья? Но когда ты начинаешь жить с Богом, реальность этой жизни становится твоей же реальностью. Итак, пять быстрых вещей, которые я вам дам, которые пригодятся вам. Первое. Скиния Божья – это прообраз твоего сердца в живых отношениях твоих с Ним. Вы поняли, да? Скиния Божья. Поняли теперь итог? Это не о том, что надо построить себе скинию на заднем дворе. Это прообраз твоего сердца в твоих живых отношениях с Богом. Второе. Невозможно пребывать в Божьем присутствии, проживая всю свою жизнь в стане вне скинии. Если ты все время на работе, в суете, в какой-то момент времени, знаете, я замечал, кто лидер или пастора, тот поймет меня. Иногда ты звонишь какому-то брату или сестре из церкви. Вначале они долго не берут трубку. Недели две. Ты звонишь, они не берут. Ты звонишь, они не берут. Ты звонишь, они не берут. Потом ты дозваниваешься. И вот это, знаете, такой интересный разговор, когда вам не о чем разговаривать. Потому что он знает, что ты хочешь сказать, а ты знаешь, что он не хочет с тобой разговаривать. Знаете это? И ты так... Это такое неловкое, неприятное молчание. Поэтому, потому что ты не можешь быть в Божьем присутствии, там другая реальность. Третий пункт. Ты не можешь пребывать в Божьем присутствии, пока не готов отложить свою жизнь для Него. Отложить. Я не написал слово пожертвовать, потому что по-разному могут воспринять. Отложить в сторону свою жизнь. Вот отложить ее. Вот я задам вопрос. Что у вас там такого прям совсем в жизни, ну прям совсем-совсем-совсем, что нельзя отложить, скажите? Знаете, я когда слушаю некоторых людей, приходят к тебе не на исповедь, а на консультацию, они же недовольны своей жизнью. Вы замечаете? Вот подумайте, как вы думаете? Как вы думаете, сколько людей за год приходит пастор, и говорит, пастор, я пришел к вам сегодня рассказать, как я классно живу. Слушайте, у меня это есть, и это есть, и это у меня... Вообще! А этого нету, и слава Богу. Знаете, сколько людей приходит? Все приходят, потому что они недовольны. У меня вопрос. Если ты настолько недоволен, может, стоит отложить? Нет. Мое. Мое. Понимаете, какая штука? Следующий пункт, четвертый. Присутствие Божие наполняет жизнь лишь тогда, когда жизнь Христа течет через нашу жизнь. Вот, найтись в нем. Когда ты находишься в Боге, когда его жизнь начинает течь через тебя, послушайте, в этом есть смысл, в этом классно. Мы вот недавно с Артемом ездили, да, вот в поездку к солдатам, к военным. Как ты чувствовал, когда мы молились с ними, там, покаянием? Да вы что, слушайте, ты переживаешь Божье присутствие. И знаете, так, тебе же нужно аккуратно подойти, знаешь, такой, не приходишь, говоришь, во имя Иисуса Христа сейчас будем молиться. И ты начинаешь, вначале слушаешь, как там прилетает, улетает, там, как колеса пробило, да, 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 да. И потом в какой-то момент времени, чук-хоп, так вот. И ты начинаешь аккуратно, с любовью ему говорить, что нужно привести, и он такой, знаешь, ну хорошо. Ой, как вы не представляете, как ты чувствуешь себя в этот момент? Это, я не знаю, вот кто приводил к покаянию, понимаете, о чем речь, да, вот в тубике, в госпитале, понимаете, о чем это? Это, ты, жизнь рождается у тебя на глазах. Я так чувствовал себя только на родах Артурчика, когда вот рождался. Это же так прикольно, я же не говорю, это так круто. Отойти, отошел, да, все. Поэтому присутствие Божие наполняет жизнь лишь тогда, когда жизнь Христа течет через нашу жизнь. У тебя присутствие есть. И пятый пункт, который поможет вам, друзья, присутствие Божие – это место, где реальность этой жизни определяется уже духовными законами бытия. Она уже не определяется тем, что ты там делаешь, не делаешь и так далее. Знаете, кто-то говорит, вот это Евангелие, это закон там. Да послушайте, без закона нет Евангелия, без Евангелия нет закона. Вообще, ну, это глупо рассматривать, это глупо, наивно и неразумно рассматривать это все отдельно. Да оно все вытекает одно из другого. И когда ты начинаешь понимать, послушайте, для меня не возжелай жены ближнего своего – это не запрет. А это прекрасное откровение, которое в жизни, оно вообще благословляет тебя. Это вообще не запрет никогда в жизни. Да, что-то ты хотел мне, давай. Давай, 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 давай. Я знаю, что у тебя есть мысли, это слава Богу. Называется «Секрет тайной комнаты» Боб Сордж, друзья, классная книга. Рекомендую. Вот об этом как раз она и говорит. О том месте, где ты обнаруживаешь себя в Боге. Поэтому я очень рекомендую каждому из вас, друзья, найдите себя в нем. Ну и последняя мысль, друзья, выбирай, где и как ты на самом деле хочешь проживать свою жизнь. В вечной суете вне стана? Или в стане? В бессмысленной борьбе с самим собой, чтобы жить свою жизнь по-своему? Вы знаете, когда мы пытаемся прожить свою жизнь по-своему, знаете, с кем мы боремся? С самими собой на самом деле. С нами же никто не борется. С нами же никто не борется. Это мы сами с собой боремся. В поисках ускользающего смысла жизни, вместо того, чтобы наполнить свою жизнь тем, кто есть сама жизнь, или направляя свою жизнь по путям Божьей воли, высвобождая Божье благословение через свою жизнь. Друзья, это мы с вами выбираем сегодня, решаем. И это сегодня доступно каждому из нас. Я рекомендую вам в конце, это был такой цикл небольшой, мы будем продолжать говорить о Божьем присутствии, о практическом его применении, практическом, как это происходит и так далее. Но я рекомендую вам на весь год, пронесите вот эти откровения, парадигмы Божьего присутствия. Поймите, как мы можем приходить к Богу. Ты не можешь приходить к Богу, живя своей жизнью. Ты не можешь приходить... Андрей, ты работаешь тем самым СТО, да? Вот СТО. Я видел твои руки, знаю просто, ты крутишь, ты красавчик, молодец. Но ты когда приходишь домой и хочешь обнять свою жену, что ты первое делаешь? Так и Бог, вы понимаете? Он не хочет, чтобы мы, знаете, такой там, ну что там, хопа-хопа, где там, что там, как там? Не, он говорит, иди в мои руки. Так и Бог. Он хочет, чтобы мы эту скинью построили. Это алгоритм, это путь, это способ, как мы приходим к Нему. Отказываешься от себя, одеваешься в Него, заходишь в Святой Святый, и там происходят самые большие таинства, которые только могут произойти. Давайте склоним наши головы и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим, величаем Тебя, благословляем, Господь, сегодня Твое имя. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты сегодня здесь. Ты здесь. Господь, Ты сегодня учил наши сердца, Ты учишь каждого из нас. Такими путями, которые понятны, известны только Тебе одному, мы говорим слова, Господь, но дай сегодня милости, чтобы за словами мы видели Тебя, мы увидели Тебя, мы обнаружили Тебя, и чтобы наше сердце, Господь, оно согласилось найти Тебя. Во имя Иисуса Христа мы молились, и все доскажут Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok